Итак, всем привет, с вами ТОПГА, продолжаем играть за Германию в Darkest Tower И в прошлой серии мы закончили с верфями, начинаем уже строить последние фабрики и синтетические заводы И после этого сразу же начинаем массово застраиваться военными заводами, потому что уже, блин, пора Уже пора, мы на самом деле очень плотно по графику идем И по кораблям, смотрите, у нас огромное количество сейчас еще достраивается Уже мы построили, ну, огромное количество кораблей И сейчас мы уходим в план Z, который нам даст примерно нормы, которые нам нужно выполнить там Потом, когда мы выполним, ну, вроде прикольные бафы, но на самом деле я бы сказал, что там того не стоит Сильных инвестиций, но я просто хочу сделать флот Но самое главное, мы пойдем вот сюда, на 550 дней, минус 5% стоимости батлкрузеров и батлшипов Это как раз-таки линкоры и линейные крейсера Собственно говоря, их мы и будем производить в ближайшие вот эти вот два года, пока этот баф действует То есть мы сейчас настраиваем все вот эти корабли, которые не батлкрузеры и не линкоры И начинаем производить именно их То есть буквально, ну, вот по единичке То есть, ну, без бесконечно, а просто по единичке Потому что пока есть скидка, нужно их делать в больших количествах Я, кстати говоря, вспомнил, чего нам здесь не хватает Нам не хватает здесь концернов Вот чего... Чего у меня политики так много Концернов не хватает И вопрос, они их сознательно убрали? Или концерны они еще вернут? Это хороший вопрос В данном случае, по флоту, у нас все примерно понятно Поехали! Ну и, конечно же, мы 4 Генненбурга будем строить параллельно Это тоже обязательно Посоли не хочет посетить Германию Да, конечно Так, Генненбурге есть Поехали! 4 штуки У нас конвои вверх поднялись Очень неудобно Господи 2, 3, 4 И, во-первых, поднимаем их в самый верх Потому что нам обязательно нужно, чтобы они достроились как можно быстрее Во-вторых, я вижу, что у нас из-за этого нехватка ресурсов Нужно себе что-то придумать Если с хромом все понятно То вот со сталью все не так однозначно Покупать сотку стали Но как-то, блин, дороговато Я считаю Больше одной ячейки производства Я думаю, пора уже немножко нашу торговлю подзакрывать Вот так Теперь стали у нас куча И даже другие ресурсы тоже нам В таких количествах, в принципе, уже не нужны Чуть мы освободим своей экономики Ну и вот мы с Алини Посетил Германию Мы тем временем дешифровали тут большую часть стран Давайте еще Польшу можно дешифровать, в принципе Кого еще здесь было бы полезно дешифровать, даже не знаю Остальное как-то по-простому Ильге все это пыль США, пускай тогда будет у нас дальше в списке И какие-нибудь можно вот эти страны тоже потихоньку делать Едем в третье Подзаркомфагене Это новые средние танки как раз таки На год опережения Но у нас как раз таки есть баф, который это У нас все поглощает И это значит, что пора бы средние танки тоже добавить в производство На будущее Прямо сейчас мы их производить не будем Но как бы как на будущее Как бы сейчас вот здесь подзаполнится микрозапросы различные Мы исследуем наши новые танки И будем уже производить Вот, кстати говоря, план Z Смотрите-ка Это бафы различных Бафы исследований Все это пыль, на самом деле Нам, конечно же, нужно именно вот сюда выйти Вот в этот баф Он уже не пыль И что, давайте посмотрим, какие там нормы Кстати Греха застабаны строим А план Z где? Нажимаем вот эту кнопку Вот он Смотрите-ка По легким крейсерам и по эсмитцам Мы уже удовлетворили норму Нам нужно 15 тяжелых крейсеров У нас 9 Плюс Здесь еще 3 То есть у нас 12 Нам нужно еще 3 крейсера дополнительно добавить сюда Это уже практически готово 3 батлкрузера 4 авианосца И 10 линкоров У нас здесь 3 линкора И 3 как раз батлкрузера Отлично То есть у нас будет 5 Нам нужно еще 5 линкоров И Сколько? 2 крейсера получатся? Ну, короче говоря Все очень реально Только авианосцы здесь достроятся Как вы можете видеть в 40-м году Все остальное уже очень реально Ну и, конечно, стоит здесь сделать, кстати говоря, вот так Потому что мы строим только Вардировщики морские Потому что они очень эффективны Своеносов А истребители, ну, имеют такую, я бы сказал Средненькую В лучшем случае эффективность Посмотрите, как Гитлер Человек года Вот уже и военные заводы Пошли вовсю строиться Это прекрасные для нас новости Что уже достроены фабрики все Сколько у нас получилось? Всего 86 в итоге Ну, нормально Плюс мы еще получим От завоеванных территорий Так что нормально В принципе, лейтгейм соперник Это СССР И у них столько Мы подзавоюем Нормально Забавный факт Добавление артиллерии Очень много где Добавляет нам минус атаку Это очень неприятно И очень много где Добавляет минус передвижения Такие солидные дебафы Прямо очень Против танкового орудия Такого не добавляют И, как можете видеть Очень сильно апается пробитие Так что мы будем делать Я еще решил добавить Все эти батальоны Потому что они тоже Достаточно полезны 25% потребления припасов Огромный баф Здесь тоже очень-очень Солидные бафы 40% восстановления Мэнпавера Это просто приятно Но варсаппорт Это прям солидно И потеря опыта Тоже Суприн Вот это вот Единственное Не уверен Но здесь По ощущениям Они тоже Пафнут И 20% Уже И это еще можно Под прокачать Тоже выглядит солидно Батарина поддержки Выглядят прям Полезными что ли Особенно учитывая То, что Средняя надежность По-моему Выглядит поменьше Чем ванили И посмотрите Что ПВО Тоже делает За что За что ПВО Ну Нету альтернативы ПВО Так что Надо ставить Но Серьезно Минус 40% При пересечении Реки За что Так Неужели здесь Нету Инженеры здесь Не перебафаны Но это Прям Безумно Много То есть Так вот Минус 19% Так Плюс 21 Но это Плюс 21 Это всего лишь Перекрытие Уже существующих Дебафов Потому что Там уже Дебафы Накрываются И это Лишь покрывает Вот эти Дебафы То есть Здесь у нас Будет еще Больше Дебафов На 19% Это Как-то не Очень Здорово Я бы сказал Если к этому Добавить еще и артиллерию То просто Посмотрите Ну это Что-то безумное Просто-напросто Понятно Что это во всяких Пересеченных местностях Но вы В принципе Не знаю Ну процентов Ладно Не большую Не большую часть Меньшую Но все равно Процентов 30-40 Это у вас Пересеченные местности Поэтому так сильно Себе дебафать Ну Хз Артиллерия Как будто здесь Не сильно того стоит Потому что Надо более 14 Но отнимает Блин О вон 25 10 И 15 Процентов При этом Есть легкая артиллерия Которая Как это Возвращает Кстати говоря Здесь куча Разной артиллерии Обычная Легкая Ты понимаешь Тяжелая Что ли Хотя они все Расходят На и ту же Артиллерию Забавно Ладно Поверим Что за такое Классика 27 Организация Еще повысится Доктринами Нормально Такая Какая Есть Прорыв Минимальный Есть В целом Это может быть Более-менее Подходящий Покутной дивизии Но Я не верен Еще посмотрим ПВО ПТО сюда Добавлять Я думаю Не стоит ПТО Тут уже есть Сюда его Добавлять Как-то Ну Дает еще 11 Ну Посмотрим Может если мы Не будем сильно Пробивать дивизии Возможно Повысим Но пока что Так пойдет Как бы Поехали И конечно Я Видите Создал Это В отдельном Шаблоне На всякий Случай И мы Обучаем Именно Их Теперь Отменяем Вот это Обучение Обучаем Их А вот Эти войска Можно было бы Как-то Модифицировать Чтобы Сделать Их Именно Только Гарнизон Ими Вот Мы Подходим К прекрасному Бафу Давайте Посмотрим Только Сделаем Пожалуй Вот так Чтобы Не слишком Быстро Они Достроились Все Так Здесь Не так Уже Много Осталось Чтобы Бонус Максимально Использовался Вот этот Потом Вернем Собственно Говоря Эти Верфи А еще У нас Есть Танки Новые Наконец-то Здесь Мы Все Второстепенное Доставили Что И Хотелось Делать Давайте Добавим Еще Чуть Авиации Различной Нам Что Все Нужно Потом Конечно Сфокусируемся Побольше На Истребителях И Затем Уже Будем Делать Полноценно Танки Одни Голобок В Польше Первый Готов 20% Всего Лишь Делать Чтобы Был Побольше Но Какой Есть Давайте Их Обратно Сюда Будем Делать Еще Один Кстати Говорю У меня Агенты Качаются Это Тоже Немаловажно И Вот Она Есть 5% Прекращается Должно Неплохо Сократиться Ну Ка Июль Вот Был Что здесь было Ноябрь Стал Сентябрь Несколько месяцев Ну и везде Подсократилось Полезно Здесь У нас Уже Ничего Интересного Нету Так что Давайте Займемся Другими Фокусами А именно Я думаю Вот этим Падам Заняться Кстати Говоря На Б Дивизии Под Деплой Давайте Сразу Готовы Деплой Запускай И Сразу На Второй Круг Потом Будем Заниматься Австрией И Остальными Нашими Продолжается Рейх Автобаны И они Почти Закончились Осталось Буквально Три Еще Провинции И Точнее Скорее Ну да Стыда Провинция Достаем Здесь Хоть говоря По максимуму Поединзавода Прекрасный Опять Бак С Интерфейсом Здесь Ну Ничего Нового И Мы Достроили Здесь Авиацию Давайте Сделаем Теперь Вот так И Потом Вот так Теперь Все Пойдет На Танки А еще Как я и Говорил У нас Баланс Потихоньку Пошел В минус Потому Что Мы Начали Строить Кучу Военных Заводов Ну И Деплоить Дополнительные Дивизии Собственно Говорят Но Ничего Ди Затем Не Поделать Тут Как Бы Такова Наша Экономика Так Первые Линкоры Наши Новые Сходят На Воду Сейчас Будут Красивенько Так Деплоиться Тяжелые Крейсера Мы Достраиваем Я не уверен Насколько Толбов Хватит Прям Что Закончится В 39 В октябре То есть Технически Вот эти корабли Он уже Не пойдет Нужно будет Сейчас Сделать Вот так И потом Просчитать Сколько Нам Еще Нужно Будет Три Здесь Линейных Крейсера Я заказал Уже Они Пускай Производятся Но Дальше Надо Будет Смотреть И Как я Говорил Этот Фокус Будет Исследован Немножко Наверное С опозданием Но я подозреваю Не сильно Это страшно Кроме того А если У Астрии Фокусы Астрии Фокусов Нету Значит Можно было Инноксировать Когда угодно Там Ничего По промышленности Не прибавится Почек Словакия Так Гарантия Астрия Что Почек Словакия Тоже Ничего Нету Ну да Неприятно Ну Промышленности Мы В любом случае Хотя бы Такую Заберем Так Германия Будет звезд Как Германия Невероятное Изменение Примерно Как японский Флаг Относительно Недавно Поменяли Та же Ситуация Кстати Говоря За то Что Такие Безумные Баффы Даже От Маленького Количества Военных Заводов Производство Конечно Колоссальное Ну да И Баланс Надо будет Что-то Потом Придумывать Возможно Я Чуть Закрою Экономику Либо Что Надо Как-то Будет НП Повысить Хотя Вот Смотрите Упередно Планового У нас ТНП Повысится Достав Другие Бонусы Возможно Баланс Чуть Улучшится А вот И мы В ответ Посещаем Рим Кстати Говоря Я Начинаю Потихоньку Можете Заметить Наши Дивизии Расставлять По Будущим Их Позициям Примерно Вот так Планирую Их Ставить Ну В принципе Здесь Ничего Такого Особенного А если Я Я Понял Здесь Привезено К 16 Допустим А у Этого Парня 25 И Ц У него Такой Невидимый Баф Вот Что Он Что Он Как бы Главный В Штабе Но Здесь Не написано Что Это Дает Плюс Батальоны Плюс Точнее Дивизия Ну Допустим И Как я Сказал Вот Это Будет Гарнизонами Только Мы Поменяем Еще Чуть Позже На Вот Такие Дивизии Здесь Есть Именно Защитные Дивизии У Которых Прорыв Еще Ниже Но Защита И ХП Больше Но В принципе Она И Нужна Кстати Говоря У них Скорость Просто Безумно Маленькая Но Для Нашей Западной Стены Пойдет В скобочках Возможно Мне даже Не придется Этого Делать Потому Что Мы Планируем Побеждать Британию На Море Следовательно Саживаться В Британию И Западная Стена Нам Не нужна С Преимуществом На Море Так Это Вот Фокус Теперь Можно Там Насчет Австрии Что-нибудь Подумать Ну-ка Вот Где Тут Потребовать А что Насчет Австрии Мебель Ну Допустим А что Где Австрия Ну Очевидно Нам Мебель Отдают Но Это Вообще Не то Что Я Хотел Бы Увидеть Я Хотел Бы Увидеть Австрию В этих Решениях Но Я Не Вижу Там Возможно Мне Нужно Будет Вот Это Сделать Но Опять Таки Нет Это Вожданцы Кли Война А где Аннексация Австрии Где Кнопка А Смотрите Тут Все По Ивентам Судя По Всему Вот Мы Ультиматом Австри Отправляем Так Вот Вот Отлично Все Короче говоря Это Просто По Ивентам Было А не По Кнопке Тогда Все Логично Новые Кнопочки Это Я так Понимаю Да Тагеринг Тут Что-то Может Поделать Смотрите Можем Себе Еще Плюс Ресурсы Добыть Но За Деньги Денег У нас Мало Пожалуй Не Будем Это Делать Все В Принципе Все Пока Что Нам Здесь Не Сильно Нужно Что-то Вообще Что Дает А Это Какие-то Заводы На Будущем Эти Построим Но Нет Нет Пока Мы Потерпим Это Кстати Говоря Было Более Менее Приятно Но Позже Нам Нужны Деньги Нам Нужны Тнп Демобилизовать Экономику Ну Нет Наверное Не Стоит Того Будем Искать Тнп Вот Отсюда Плюс Даже Не знаю Посмотрим Еще Где-нибудь Где-нибудь Найдем Еще Где-нибудь Я В принципе Знаю Как Получить Деньги У нас Есть Возможность Не Производить Что-то Заводами И они Будут Производить Нам Деньги А Именно Вот Неиспользованные Гражданские Фабрики Так Что Сейчас Построим Военные Заводы И Потом Потом Будем Частично Зарабатывать Деньги Слушайте Типа Вот Как-то Так Тут Захват Тут Новая Дивизия Интегрированная Но мы Их Пожалуй Просто Распустим Кстати Говоря У нас Здесь Некоторые Территории Имеют Сопротивление Здесь Все Сразу Не Ставится Национальным Вот Я Видел Что У нас Там Была Кнопка Которую Я Нажал Уже По Интеграции Части Вот Я Так Понимаю А Нет Все Это Интегрирует Сразу Кнопок Суде Это Потребовать Еще Здесь Видите Очень Не Видно Какие Уровни У них У самолетов Чуть Бы Картинку Это Обрезать Потому Что Вот Здесь Желтом Я Сразу Вообще Не Понял Почему У меня Самолеты Не Обучаются Через Shift Дело В том Что У них Уже Третий Уровень И У них Плюсы Но Все Клеер Вот Клеер Который Выгляд Как Будто Дебаф Очень Неинтуитивно Это Конечно Вы Хотелось Чтобы Они Поправили Вот Как Я Говорил Сейчас Будут Некоторые Фабрики Не Производить Ничего Но Это Они Будут Девать Деньги Потому Что Нам Очень Важно Не Выйти В Минус А Это Легко С Индустриализацией Вот Оно Теперь Это Наши Корки И Теперь Мы Требуем Суде Сразу Плюс Фабрики Баф К Исследованию Ядерных Технологий Мы Потихоньку Исследуем Потому Что Они Такие Долгие Но Дают Неплохие Бафы К Скорости Исследования Нам Это Нужно Неплохо Разогнаны Исследования Военная Экономика Разгонит Исследования Интересно Обычно Некоторых Модок Наоборот Замедляют Таким Образом Быстрее Мне Хочется Плановую Экономику Поставить Но Пока Потерпим Вот Таким Вот Образом Наверное И Вот Они Наши Прекрасные Корабли Ждут Деплоя Ждут Точнее Постройки Я бы Сказал Параллельно Еще Видите Сминцев Подстраиваем Потому Что Сминцы Сюда Тоже Нужны Надо Не Забывать У Нас Прикрытия Здесь Пока Что Очень Мало Нам Бы Прям Побольше Его Построить Параллельно Не Забываем Закупать Ресурсы Для Наших Танков Мы Скоро Выйдем На Неплохое Производство К сентябрю К войне Я думаю Будет Нормально А вот Она Милтенская Конференция Спасибо Интегрировать Да Конечно Первая Венская Конференция Так Ну Это Рассказывают Нам Про мир Чемберлан Ну Мира Не будет Мирного Решения Как говорится Не будет Кстати Говоря Выйти Вот Сюда Тоже Шифровка Дешифровка Полезна Но Самое главное Задаст баф Нам Вот На Вот Это Исследование А Здесь Еще 4.5 Скорость Исследования И Еще Баф Различные Полезно Забавно Что Там Дается Минус Ставимость Перевооружения В скобочках Эти корабли Нельзя Перевооружать И Заканчиваем Мы Наши Рекс Автобаны Чуть Мы Не успеем До Войны Ну Как Получится Как Февраль Может И Успеем Вообще Успеем Да И Пока Я не буду Нажимать Пускай Полит Класс Подкопится Может Еще На Что Она Пригодится Сейчас Мы Все Так Как Кипят Кнопки Нажимаем И Ну Как Дет Там Наш Кнопки Вот Скоро Будет Это Закончено И Потихоньку Мы Числов Киноксируем И Мы Сделали Еще Один Колобок На 40% Или До 40% Давайте Посмотрим Знаете Она Скорее Всего Где Нет А Где Коллаборация С Польшей Очень Странно Это Сейчас Было Но Допустим Ну И Мы Отправляемся На Ужасно Страшную Миссию И Унить В СССР Попробуем Сделать Колобки Там Хотя Б Первый Левел Колобок Даст Уже Очень Много Против СССР Кстати Мы Что-то Достроили Судя По Всему Давайте Тогда Эсминцы Достроим Я Не Строю Как Вы Можете Заметить Подлодки Но По Простой Причине Нам Нужно Сначала Достроить Вот Это Все Потом У нас Освободятся Полностью Наши Морские Мощи И Мы Можем Просто Максимально Сфокусироваться На Подлодках Плюс Какие Пора Отправлять Любопытный Факт Фокусов У В этих Всяких Стран Нету Вообще У вторичных Вообще Я их Не вижу И я Подозреваю Что-то Со всеми Минорами Да Даже Здесь Да Поубирали Везде В Испании Тоже Я так Полагаю Вот Это Вот Все По Ким Нить Ивентам Или Еще Возможно По Решениям Вот Здесь Что-то Происходит У Испании Есть Какие-то Модификаторы Но Фокусов Нету И тогда Мысль Нам нужна ли Венгрия В нашем Альянсе Что в целом Конечно Она нам Скорее нужна Чем не нужна Но Возможно Проще будет Их захватить Не знаю Ладно Я думаю Делать Самый жадный Вариант Все Принадлежит Нам В скобочках Мы выделили А? Я что-то не дочитал Короче говоря Как я понял Ну я просто ждал Что будет Как обычно Все Но нет У нас Рекс-протектораты Были И Выделилась Карпата-Украина В войне С Янгрией Допустим Ладно В целом Пойдет Хотя Конечно Хотелось бы Напрямую Получить Эти фабрики Эти заводы Военные Но как получилось Так получилось Уже А еще Мы начинаем Уже подготавливать Первых парашютистов Именно они Я полагаю Поедут В Норвегию А точнее Полетят Будем где-нибудь Здесь высаживаться Плюс возможно Куда-нибудь сюда Тоже Это будет Скорее всего В принципе Можно уже Это сделать Поразведывать Норвегию Плотом Ну скорее всего Они что-то Переставляют Ну вот Просто сейчас Мы знаем Что здесь есть Армия И здесь есть армия И скорее всего Здесь тоже будет Армия Да Так что Так просто Все не получится Но Будем смотреть И наблюдать А еще нам Стоит построить Радары Так что Именно им Мы сейчас Займемся Причем Видите Я даже Перекращаю Производство Военного Завода Ну постройку Потому что Баланса Не хватает И мы уже Вот-вот Подойдем К войне Добавил Еще немножко Даже Истребителей Ну чтобы Были И средние Танки Добавляем Еще сверху Плюс Надо нам Немножко Резина Подзакупить Потом Еще Другой Старной Будем покупать Но пока Что так И Думаем Мы что Дальше П-40 Стоит уже Сделать Стоил Было Возможно Пораньше Сделать Ну ладно В целом Пока Идем Нормально Итак Начинаем То Зачем Мы были В Советском Союзе Колобок В Советском Союзе Поехали Очень Он пригодится В будущем Сделал я Западный Вал Делаем Конец Версальского Диктата И У нас Должно Быть решение Подстроить Здесь еще Вал А Нужно ли Нам Это Слушайте Псаре Наверное Да А нет 100 дней 100 дней Это долго За 100 дней Я уже Францию Ладно не захвачу Но буду близок И Антиер здесь не нужен Заварты здесь не нужны Но микроукрепления Здесь В принципе нам пригодятся Потому что Французы могут Попробовать атаковать Чтобы Они этого не хотели делать Пускай будут укрепления Кстати Тут в Японии Как-то дела Хреново Совсем И Знаете На фоне этого Я тут все думал Начинать ли С Японии Там дипломатию Или с Китаем Давайте-ка Мы выберем Китай У нас и так С ними там есть Да Некоторые отношения Поехали вот сюда Надо было раньше Этот фокус взять 5% ресурсов 5% Гражданских фабрик Китая Пускай Япония Показала себя Крайне неэффективной Войне с Китаем Она не заслуживает Нашей поддержки Она только потеряла Территорию И даже не захватила И давайте На фоне этого Можем пойти Вот сюда Но знаете Давайте вот сюда Пойдем Чтобы со стороны Разобраться Да И Хотя Слушайте Мы сейчас начнем Через месяц Будет война 45 дней еще Она будет этот фокус Сделать Как бы ну Сразу после падения Польши Я бы сказал Даже в принципе Во время падения Польши Потому что Она падет Быстрее чем за месяц Это Кобиас У нас на позициях Армия на позициях Можно их Кстати говоря Сделать им вот так Да Надо обладать раньше Ну ладно И мы можем Начинать данцы Или войну Вообще уже Дожмем чуть-чуть Пораньше Так и быть Потому что Мне же хочется Открыть себе Во-первых Вот этот фокус Хотя в принципе Слышите я Ну да Открыть вот этот фокус И начать Нашу войну Вот у нас Тоже уже Очень готов В принципе Он уже Способен на Кое-какие сражения Хотя ограничены Но я бы дождался Наших авианосцев Потому что Четыре авианосца По 14 самолетов На каждом Господи Как же это много Ну По 140 получается У нас еще Кстати говоря Не очень хватает Самолетов Надо бы добавить Один Потому что Ну не слишком Хотя Ну да Пускай будет еще один Потому что Еще небольшой запас Вот с ними Мы уже будем Воевать на море Активно Без них пока Аккуратненько Аккуратненько Можем вот это В флот перевестить В принципе У нас даже подлодок Ноль Кстати И мы готовы Ну а начнем В следующей серии А это Как вы поняли Подошла к концу С вами ребята Был Лукай Подписывайтесь на канал Если вдруг еще не подписаны Лайк, комментарий Все как обычно И до скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok